День с толком Военная подготовка для школьников. Что еще должны знать и уметь современные ученики? Дерепан Мадас. Понять эту фразу сходу может лишь 1% жителей планеты. Они читают задом наперед. Один из таких людей живет в Барнауле. Мобилизованные из Алтайского края до сих пор не знают, когда отправятся в зону специальной военной операции. Первые алтайские новобранцы продолжают проходить военную подготовку в Омске, Новосибирске и других городах. Мобилизованные, которые призывались позднее, рассказали порталу ТОЛК, что у них, по сути, не началась даже подготовка. Поэтому на сегодняшний день мужчины не могут предположить срок отправки в зону СВО. В Алтайских школах начали обсуждать уроки начальной военной подготовки. Их хотят везти во всех школах страны. Предполагается, что это коснется старшеклассников. Обучать их будут преподаватели с боевым опытом. В Барнауевской школе номер 53 в этом плане повезло. Новый предмет не поставит руководство учреждения врасплох. На протяжении многих лет в школе набирают правоохранительные классы. Поэтому там уже первоклассники носят погоны и знают, что такое строевой шаг. Подробности далее. Разбирать и собирать автоматы здесь умеют даже девушки. Старшеклассники в 53-й школе вообще много что умеют. Метать гранаты, надевать противогазы, стрелять. Все это в рамках занятий в правоохранительных классах. В этой школе их 13 из 30. Начиная с первоклашек. Для них это скорее игра, но это пока. Мы носим погоны с первого класса. С первого класса мы начинаем маршировать в школе. Строевая выправка дает детям помимо физического здоровья, еще дает непосредственное упорство, проявляется к учебе. И в дальнейшем дисциплинируем, да, дисциплинируем в дальнейшем по жизни. И сколько так в среднем приходится давить? Ну, давить, либо пока не оживет, либо пока скорая помощь не приедет. То есть это прям ни минуты, ни пять? Это может быть часами. Ого. За подбородок, вверху. Нет, наоборот. Сегодня в регионе начали обсуждать уроки начальной военной подготовки, которые должны внедрить с 1 сентября следующего года во всех школах страны. Предполагается, что это коснется старшеклассников, а обучать их будут преподаватели с боевым опытом. В этом плане этой школе повезло. Ученики здесь и так похожи в постоянной боевой готовности. А вот в других школах края может возникнуть кадровая проблема. В советской школе начальную военную подготовку преподавали либо военнослужащие, которые находились в отставке, либо в педагогическом университете была кафедра, которая выпускала учителей начальной военной подготовки. На сегодняшний день данных кафедр не существует, поэтому вот вопрос именно кадровый, он все-таки на повестке будет стоять. Можно сказать, что в этом вопросе нашей школе, возможно, будет чуть-чуть полегче. Во-первых, решен кадровый вопрос, во-вторых, материально-техническая база подготовлена. Кстати, здесь помнят примеры, когда двоечники менялись на глазах после того, как освоили строевой шаг. Я всегда своим коллегам говорю, что если мы нашли подход хотя бы к одному, соответственно, мы уже сделали большое, доброе, педагогическое, профессиональное дело. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А между тем, на рассмотрении в Госдум уже внесен законопроект, по которому 14-летним детям разрешат работать без согласия органов опеки. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, если, конечно, решение будет принято, чтобы устроиться на работу, детям может хватить согласия одного из родителей. Поводом для этой инициативы стали санкции со стороны Запада, пишут федеральные СМИ. Парламентарий уверен, что многие 14-летние готовы работать. Это поможет им приобрести трудовой опыт. Как относятся барнаульцы к такой инициативе? Я лично считаю, что не надо этого делать. Почему? Ну, подросток, он должен окрепнуть. Ну, что это, 14 лет ребенку пойдет работать. Для этого совершеннолетие есть. Я думаю, нормально. Нормально? Пусть работают. С 14-ти, думаю, рановато, с 16-ти еще нормально. Потому что 14 лет, это, ну, как по мне, это еще ребенок. То есть мне самой еще 18, но 14 лет, ну, вообще еще дети. Какая им полная ставка? 8 часов. Это, во-первых, когда они будут учиться? Ну, да, пусть работают, привыкают. Лишь бы не ходили где-то. Это правильно. А как думаете, не рано? Ну, если они способны. Если на что-то они способны, то можно. Ну, если хочется детям работать, пусть поработают. Мне кажется, это не совсем правильно. Почему? Ну, потому что ребенок еще не имеет ни образования, ничего в этом возрасте. Подушки и одеяло будут наполнять переработанными в крае пластиковыми бутылками. В Новоалдайске готовят к запуску инвестиционный проект вторичного использования ПЭТ-тары. Так решат сразу две проблемы – расходы на доставку импортного сырья и, в конце концов, замусоренности. Как это будет работать, мы узнавали на производстве. Воздушно-мягкий материал, как снег, ложится на линию. Текстильное предприятие «Свит» в Новоалдайске, где выпускают подушки и одеяло, годами покупало это волокно. Но скоро его будут производить здесь, из пластиковых бутылок. Все по рецепту. Бутылки измельчают на мелкие длинные полоски. Их пропускают через высокую температуру, образуются гранулы, их вытягивают. И так получается синтепон. Например, для моей куртки или вашего одеяла. По словам директора предприятия Галины Шашлаковой, эта идея пришла в начале года. Вернее, к ней подтолкнула сама жизнь. Во-первых, вокруг действительно много пластиковых бутылок, а это бесплатное сырье. А во-вторых, доставка материала выросла даже не вдвое. Очень резко доставка возросла. Практически в 18 раз был пик, когда в 18 раз контейнер стоил дороже. То есть доставка стоила дороже, чем содержимое. Далее цена упала, но и сроки, и она осталась высокой. То есть она в 3,5 раза выше, чем 2 года назад. Ну и потом, а что нам покупать? Мусор откуда-то у нас своего хватает. И можно из него сделать прекрасное волокно. И потом, когда ты сам делаешь, ты можешь влиять на качество. Ты можешь лишний раз там что-то дорогое, какую-то компанию отвезти, у тебя она будет более пушистая, более нежная. Про плановые мощности говорить рано, но под переработку отдали целый цех. Часть оборудования уже на месте. Заканчиваем монтаж здания, немножко с крышей разберемся и будем монтировать. Оборудование очень высокое, 25 метров. И в определенном месте нужно смонтировать, ну, такую вот, как бы шахту, вот это высокое оборудование. Ну, прежде всего, это мойка. Классная, шикарная мойка, которую все эти бутылочки отмоют, от жира, от грязи, они будут стерильные, красивые, пропарятся и все такое. А еще измельчитель, пресс. Весь цикл преобразования бутылки в волокно всего 4,5 часа. Технология импортозамещения с пользой для экологии. Компания уже установила контейнеры для сбора бутылок в Новоалтайске. И планирует оборудовать их в турзонах Горного Алтая, где постоянно жалуются на мусор. Общую стоимость проекта оценивают в 120 миллионов рублей. Краевое министерство промышленности готово предоставить предприятию господдержку, субсидирование инвестиционных затрат. Линию переработки планируют запустить в первой половине следующего года. Добавим, что в 2022 году предприятиям края предоставили 200 миллионов рублей на субсидии инвестцелей. Всего за год в регионе одобрили 53 заявки от компании на господдержку. Рак кишечника остается одним из самых коварных заболеваний в мире. По статистике, он занимает второе место по причине смертности после рака легких у мужчин и третье у женщин вслед за онкологией легких и груди. Обычно заболевание диагностируют у пожилых людей, но в последние годы его стали выявлять у 40-летних и людей гораздо моложе. В ноябрьскую неделю профилактики рака кишечника Нара Шагирова узнавала, каковы симптомы этого заболевания и как его не допустить. Периодические дискомфорты, тянущие боли после еды, рассказывает Барнаулиц Олег Мазуров, в течение пяти лет принимал не более чем за расстройство желудка, пока не обратился к врачу. Поэтому я обратился к гастроэнтерологу. Ну она мне и ФГС заставила сделать колоноскопию, наши врачи подходят по полной программе. Проблемы с желудком действительно были, но обследование кишечника, оно же колоноскопия, показало. У мужчин есть еще и доброкачественные образования – полипы. Зачастую они-то вообще себя никак не проявляют, хотя и являются придраком. Поэтому в случае обнаружения полипы нужно удалять, уверяют врачи. Выделяют отдельную группу неопластические полипы, к ним относятся различные виды аденом. Она доброкачественная, но у нее есть высокий потенциал к малигнизации, то есть это значит, что это образование через среднем через 10 лет обязательно приведет к образованию рака кишечника. Но чаще люди обращаются за помощью проктолога, когда замечают кровь или слизь в стуле, самостоятельно приписывают это геморрою или другим заболеваниям, не подозревая, что под этим может скрываться рак кишечника. Болезнь в очень долгий период имеет бессимптомовое течение. Считается, рак растет медленно, до клинических проявлений, то есть до того момента, пока пациент начинает что-то беспокоить и заставляет его обратиться к врачу, проходит 5-7 лет. То есть практически здоровые люди, которые считают себя здоровыми, могут уже болеть раком и не знать про это. Поэтому, как говорят врачи, золотой стандарт в профилактике – регулярное обследование у проктологов. Тем более, что рак кишечника стремительно молодеет. Сегодня им заболевают и 40-летние, и даже люди моложе 30-ти. В зоне риска, говорят доктора, те, у кого подобный диагноз был у близких родственников. Сейчас считается средняя дата обращения, средний год обращения пациента на колоноскопию – это где-то 45 лет. В интервале от 45 до 50 лет желательно пройти колоноскопию, даже без жалоб. Просто пройти к колоноскопию. Если родственники близкие, скровные родственники болели раком и толстой кишки, подтвержденные – минус 5 лет. То есть 40 лет получается. Сегодня пройти обследование у проктолога можно в больнице скорой медицинской помощи номер 2. Ежегодно здесь принимают до 2000 жителей края. Другой вариант – провести экспресс-тест на скрытую кровь прямо у себя дома. Такие полоски продаются в аптеке, но стоят недешево. Очень сходно с тестом на беременность. Также принцип такой же. Планшетка. Одна полоска – все нормально. Две полоски – это можно расценивать уже как появление крови в стуле. И даже если вы у себя обнаружили кровь в стуле, по иммунохимическим методам не стоит волноваться. Из 100 человек, кто прошли, у кого кровоположительный анализ, положительные – 100 человек. У них 30-40% может быть полипы толстой кишки, а 3-4% уже рак толстой кишки. Но в любом случае относиться к своему здоровью нужно серьезно. Ведь, как известно, заболевание лучше предупредить, чем лечить. В качестве профилактики рака кишечника доктора рекомендуют отказаться от красного мяса, острой и жареной пищи, а также алкоголя. Ну и, конечно, должно быть меньше стресса и больше движения. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Всего 1% жителей планеты умеют говорить и читать задом наперед. 18-летний житель Барнаула – один из таких. Недавно Андрей Демидов прославился на всю Россию. Он принял участие в шоу «Удивительные люди» на одном из федеральных каналов. Валентина Аскерова встретилась с суперчеловеком и тоже попробовала прочитать текст задом наперед. Получилось ли и можно ли научиться читать в обратную сторону – сейчас расскажет. Изъедет и ротом аниматор. О, правильно. Небольшой мастер-класс от барнаульца Андрея Демидова. Юноша мастерски читает задом наперед. Любой текст, любой сложности. Как будто иностранный язык, а нет. Так звучит русский перевод романа «Великий Гэтсби», когда его читаешь наоборот. Свой суперталант Андрей открыл 11 лет назад. Семь лет как-то раз мы с мамой шли. Было скучно. И мне в голову пришло слово. И оно начало просто само, типа от начала, от конца к началу. Да там какое-то легкое, там мама, папа, бабушка, дедушка потом уже попробовала. Потом уже потяжелее, там «пожалуйста», там «параллелепипед», ну, потяжелее было. Скажите, наоборот, «параллелепипед». Я не знаю, как это происходит просто в принципе. У меня в голове ничего не происходит, никаких махинаций. Я не представляю слова ни в мозгу, ни перед собой, по буквам не выстраиваю. Просто само по себе оно туда-обратно катается. О таланте Андрея пару лет назад мало кто знал. В 2020 году молодой человек прославился на всю страну. Стал финалистом шоу федерального канала «Удивительные люди». Когда я был на этих людях, меня назвали «человек-магнитофон». А это не потому ли, что можно назад отмотать? Во-во-во, ну, из-за этого, потому что назвали меня «человек-магнитофон», типа туда-обратно разговаривали. Ай-сой ламас, ай-нейл-мезыр, и сан-издраг, патиш-сар. Ну, это моя строчка одна. Рассчитав координаты приземления самолета, ты забыл, что там пилоты. Не только читает слова наоборот, но и пишет тексты, воспроизводит их задом наперед, а еще Андрей работает, разводит рыб для аквариумов. В ближайшие годы мечтает путешествовать, чтобы не только посмотреть мир, но и, возможно, встретить людей, которые обладают таким же талантом, как и у него самого. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Теперь в парк Смертина можно прийти не только прогуляться и потренироваться, но и почтить память народного тренера Геннадия Смертина. К очередной годовщине со дня его рождения здесь установили барельеф, который так и называли народный тренер. Геннадий Смертин не только воспитал отличных футболистов и своих сыновей, но и сотням других ребятишек привил любовь к игре в мяч. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Знаете, приходил на тренировки, как всегда, с баулом, сеткой мячей, распределял позиции, переставлял их там и так далее, и даже сам подыгрывал. Речь о Геннадии Смертине. Он воспитал несколько поколений талантливых футболистов. Среди тех, кто занимался под его руководством наибольших успехов, добились сыновья Евгения и Алексея Смертины, а также действующий игрок питерского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин. Идея уковечить память известного футбольного тренера Геннадия Смертина возникла год назад. Одним из вдохновителей оказался родной дядя Александр Ерохин, Николай, по профессии скульптор. Материалы здесь не дешевые. Это арт-бетон. То есть, чем он отличается от обычного бетона или раствора? Тем, что он в течение небольшого времени набирает прочность гранита. То есть, это маленько, так скажем, такой инновационный материал. Вес барельефа около 400 килограммов. На его создание у специалистов ушло 4 месяца. Установить памятник успели прямо к 83-летию алтайского тренера. Геннадий Иванович многим открыл дорогу в большой спорт. Как мы видим, на барельефе два мяча выделяются. По легенде, если футболист потрет этот мяч, то он обязательно забьет гол. А если футболист потрет этот мяч, то его команда ждет успех. Я, как мы видим, мячи тоже потер, тоже играю в футбол. И будет ли в этом результат, я вам когда-нибудь расскажу. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok